В Саратове на пожаре погибли трое маленьких детей. Крупное возгорание произошло в двухэтажном доме в поселке Жасминной. Полностью сгорела квартира, в которой на тот момент находилась женщина с четырьмя детьми. Одного из них, трехмесячного младенца, мать успела вынести из горящего жилища, а вот троих спасти не удалось. Подробности страшной трагедии у Елены Петровой. В борьбу с огнем пожарные вступили, уже зная, произошла трагедия. Когда жители двухэтажки вызвали огнеборцев, спасать трех малышей было уже поздно. Пламя к тому моменту полностью охватило не только квартиру, но и весь подъезд. Сообщение о пожаре поступило в 0 часа в 42 минуты. Первое подразделение прибыли через 10 минут. Уже происходило открытое горение квартиры на втором этаже и кровли дома по всей площади. Всего к тушению данного пожара привлекалось 12 единиц основной техники и 43 человека лично оставалось. В огне погибли три ребенка в возрасте от 4 до 6 лет. Мать с четвертым, трехмесячной девочкой, смогла спастись. Соседи рассказывают, всего в семье было семь детей. В отношении двоих женщину лишили родительских прав. Еще один в эту ночь ночевал у родственников. В последнее время, говорят жители, семья вела себя спокойно, только отец детей продолжал выпивать. Раки там, скандалов никогда не было такого. Просто не выглядели. Как бы с ними. И все. Так получилось, что вместе там с собой пожарить, а она дома. Когда вспыхнул огонь, многодетная мать успела выбежать из горящей квартиры. Потом, рассказывают соседи, передала спасенную малышку им и снова бросилась в огонь. Правда, спасти остальных не смогла. Получила ожог 80% тела. И мать, и ребенка доставили в областной ожоговый центр. Они поступили к нам ночью. Всю ночь мы занимались этой проблемой. В принципе, состояние тяжелое. Мать крайне тяжелая. Ребенок чуть получше. Ее выносили из горячего дома. Она вдохнула горячего воздуха. И там где-то порядка 25% точно есть поверхность тела. Шанс на спасение, говорят врачи, у ребенка есть. Про мать того же сказать не могут. Повреждения слишком обширные. Проверку по факту возгорания сейчас проводят следователи. Говорят, не исключают версию, что огонь мог вспыхнуть из-за неисправных электроприборов. Органами следствия проверяется в том числе такая версия произошедшего, связанная с неправильной эксплуатацией каких-то электроприборов, бытовой техники и так далее. Также и другие версии проверяются. После того, как это будет достоверно установлено, виновным лицам будет дана юридическая оценка. Также рассматривают версию неисправности электропроводки. В этом случае виновных будут искать среди лиц, ответственных за эксплуатацию сетей. Как нам стало известно, по факту гибели троих детей на пожаре следователи возбудили уголовное дело. По статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» в настоящее время назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Продолжение следует...